Денис Мейджор Супер Марио, Супер Братья Марио, как хотите Кстати, фильм выходил по этому фильму Игра вышла в конце 1985 года В декабре, если мне не изменяет память Она имела кучу различных вариаций Ну, в каком смысле Была даже измененная графика Например, где облачка были похожи на лица Но мы начинаем уже играть на самом деле Игра, которая произвела революцию В компьютерных играх Собственно, за счет чего? Ну, наверное, это был самый такой Характерный платформер Заложивший основу В платформе В платформенные игры Кстати, заметьте Что Марио здесь У него Красная шапка Но такой даже не синий А зеленая одежда Под комбинезоном Собственно, почему игра называется Супер Марио Супер Марио становится супер Когда берет гриб Вот я взял гриб Ну, я уже и цветочек взял И я стал супер То есть, обычный Марио Это маленький Марио А Супер Марио Это Марио с грибом То есть, выросший в два раза И ставший гигантом Прошли первый уровень Всего, напомню Здесь Есть 8 миров В каждом мире По 4 уровня Но Есть некие такие Шорткаты Варп порталы Которые позволяют Быстренько Переходить Между уровнями Я не буду подробно Останавливаться На каждом моменте уровня Я попробую сейчас тоже Так Уже Здесь нельзя было Вернуться назад То есть, это очень важный момент Видите, я не могу вернуться назад Как бы я ни пытался Так, а вот теперь смотрите Что я буду делать Так, ага Вот Я пойду сверху Пойду сверху И пробегу все эти напасти Ну, здесь, естественно Много всяких этих Было бонусов Все такое Вот, собственно Варп порталы Я не буду Сразу в 4 перемещаться Я хочу побольше Показать эту игру Потому что игра потрясающая Я перемещусь во 2 мир Кстати говоря Вот Был варп портал В 4 мир, да А в 4 мире Был аналогичный портал На 8 мир Таким образом Можно было пройти игру Абсолютно официально Без всяких глюков Минут за 15, наверное Ну, может быть Чуть подольше Тут еще вопрос Скилла Умереть здесь довольно легко Но я пока не умер Это даже странно Странно, странно Но, кстати говоря Динамика прыжков Марио За которой очень многие люди Собственно И полюбили Игры про Марио Она здесь Не такая Как, например Супер Марио Мейкер То есть здесь Она такая Еще более ватная Супер Марио Мейкер Они все это Довели до ума И таким образом Если делаешь Те же уровни Супер Марио Мейкер Ну, уровни Из оригинальной игры Супер Марио, да То они получаются Более удобными Для прохождения Ай Вот, кстати, пружинки Заметьте Как выглядела пружинка Сейчас они выглядят Не так То есть если Вид Марио Они оставили Более-менее То пружинки Выглядят по-другому Флажки Очень много элементов Появилось в этой игре Но какие-то элементы Они взяли Из предыдущих игр Ну, например Монетки Да, монетки Мы уже видели Что мы еще видели Вот этот вот удар Снизу Он На самом деле Был же В игре Марио Брадерс Мы смотрели Ее Через один выпуск Назад То есть Там Марио Ударял снизу По Какой-нибудь Ну, там Че это Почему ползали Эти Ну, по канализации Там Это были не кирпичи А что-то другое Но Он ударял Появлялась такая волна Которая Если там Ровно под ударом Ай Вот я умер Ровно под ударом Были монстры Они Фактически Это сохранили То есть Когда Марио Маленький Здесь И он бьет По кирпичной кладке То она Не разрушается Она подпрыгивает А вот если Марио супер То есть Большой То Он уже разрушает Кирпичи На самом деле Вот этот вот Образ Супер Марио Что по сути Хотела сделать Нинтендо Она хотела сделать Гиганта Который Разрушает Все вокруг Знаете Такой Но у них Не получилось Это реализовать Ну Как-то можно было Реализовать В том уровне Графики То есть Даже Вот этот вот Размер Супер Марио Да Там В две клетки Ну В две таких Вот Два квадратика По высоте Он уже был гигантским И Сейчас Есть игры Супер Марио Мы их дальше Будем смотреть Где они все-таки Реализовали Эту идею С Марио Гигантом Где он берет Особенный гриб И Становится Именно таким Прям Гигантским Марио И начинается Вот так вот Ходить И Так Уровень с чип-чипами С рыбками Чип-чип Вот здесь был Гриб Но я его не стал Брать Вообще Такие вот Уровни Такого плана Я люблю Пробегать Потому что И Да Уровень 2-3 мы прошли Сейчас уровень будет 2-4 С замком Замок мы не видели раньше Сейчас поэтому Появится замок Уровни были Кстати Заметь Они были разными То есть Да Было много Очень похожих уровней Но были разными Так Я чуть не упал Жизни Как можно было Собирать жизни Варианта было 2 Первый вариант Это Собрать 100 монеток Собрать 100 монеток И соберешь жизнь Второй вариант Второй вариант Это были Специальные Ну Такие Не знаю Как это назвать Комбы Не комбы Короче Если убить Например Определенное количество Врагов на экране А проще всего Это было сделать Пустив Панцирь Например Вот Если убить Определенное количество Врагов на экране То Давали жизнь Причем Если продолжать Их убивать Так То Дают все больше жизни Это можно было делать По-моему И прыжками Ну Насчет прыжков Я сейчас не помню Но вот панцирем Можно было То есть Когда ты знаешь Что пойдет Какая-то вереница Врагов Там один за одним Пускаешь Панцирь Вперед Бежишь за ним Потому что Панцирь быстрый Он очень быстро Убегает Ну вот Да По идее Боузера Это вот у нас Боузер Но это на самом деле Фальшивый Боузер Это Боузер Мутант Если долго стрелять В него Оконьком То он превращается В какого-нибудь Не Боузера В общем Ну и известный Вот это Мем Спасибо Марио Боузер Спасибо тебе Марио Конечно Говорит ему Тот А это тот Я тогда Думал На что Слушай Похоже Это вот Непонятно Было Да Потом стало Понятно Что это тот Такие вот Такую фразу Thank you Марио But our princess Is in our castle Ему будут говорить Да Самого последнего уровня До восьмого Где он уже встретит Принцессу И принцесса Ему и скажет Уже просто Thank you Марио Your quest is over Типа Твое приключение Закончилось Но мы представляем Тебе новое приключение Когда прошли Игру Супер Марио Первый раз То можно было Снова запустить Ее на прохождение И она уже Была сложнее То есть там Были более сложные Враги Так Вот черепашки Эти Низя Вот здесь Очень такое место Было Очень было легко Свалиться Значит не свалился Но Но не свалился Здесь где-то Был Боб Или не здесь Нет не здесь А где же был Боб Боб Который вел На верхний уровень Может здесь Вот кстати Эти выбиваемые Монетки Если бить Часто Ну то есть Без пауз Самого первого удара То наберешь 10 монеток С одного Кирпича Чем больше тормозишь Тем меньше монеток Выбьешь Минимум 2 монетки То есть Если большая пауза Между первым и вторым ударами То выбьешь всего 2 монетки И там Кирпич становится Уже неразбиваемым Если быстро будешь бить То можно выбить 10 монеток Напомню За 100 монеток Дают жизнь У меня осталась Как бы одна жизнь И мне В общем Вот здесь Я бы Если бы Не протупил Я бы мог Выбить себе Жизнь панцирями Вот здесь Уже надо Осторожно Так 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 Здесь по моему Звезда Да И я ее Извините Потерял И еще один момент Когда у меня Марио С цветочком То есть Стреляет огнем Если его Касается враг То Марио Становится сразу Маленьким Однако в современных Играх Супер Марио Этот момент Облегчили То есть Сейчас Если Марио Тут я опять мог Это сделать Но я забыл Потому что я Ну Давно я играл Я уже не помню Вот Сейчас Если Марио С цветочком И его касается враг Он становится Супер Марио Обычным Ну то есть Большим Но не маленьким Более того Сейчас в играх Как даже сделано Если ты маленький И ты проходишь Чекпоинт Ну там Флажки стоят Ты становишься большим То есть Чекпоинт Тебе автоматически Дает грипп Раньше таких прелестей Не было Более того Раньше не было Никаких сохранений Вот в этом Например То есть Я сказал Что если ты прошел Игру Тебе дают уже Вариант Поиграть в сложную Игру Еще раз ее пройти Но Пока ты не выключишь Приставку Потому что С тех пор Как ты выключишь Приставку Все Никаких тебе Новых квестов Ничего Так Возьму-ка я Вот эту монетку Потому что Да Жизнь пока есть Вот смотрите Видите Стоит платформа Она никуда не едет Но Как только я на нее наступлю Она начнет падать Я не буду С вашего позволения Делать Вот еще Интересный момент Весы Весы Сделаны так Что когда ты Доезжаешь До Самого То есть Если ты На одну платформу Встал И она опускается Опускается Как только Другая платформа Доезжает до самого верха Они обрываются И падают И надо было Очень внимательно За этим Следить И напомню Что Супер Марио Также известна Своей музыкой Карл Это у нас уже Весы перед флагом Я прошел уровень 3.3 Сейчас будет снова Замок Четвертый уровень Сюда Замок Замок В котором Боузер Но как бы Ненастоящий До самого Восьмого уровня Вот восьмом уровне Если его долго Стрелять Этими Огоньками Да Он уже Падает Превратишься В основного Боузера Я упал Вот Не очень Такое Удобное Здесь управление А поскольку Много играю Сейчас Супер Марио Мейкер Я привык Уже К современному Такому Прямо Резкому Управлению И мне Очень Непривычно Играть С таким Немного Ватным Управлением Так Вот здесь Гриб И его Иногда Было Тяжело Брать Нееет Нееет Так Перевести дух Миллиметраж Специально Гейм Овер Ну мы Сейчас Быстренько Пройдем Первый Второй Уровень И сразу Перейдем На Этот Самый На Уровень Четвертый Не было Не было Возможности Перематывать Уровни Но были Хаки Хаки Были Кстати Разными Были Хаки С Кастомными Уровнями Я не знаю Через что Это делали Пираты Они нашли Какой-то Конструктор Или они Ручками Ковырялись В ходе Я просто Покажу Здесь Что в Трубы Можно Там Было Опускаться Определенные Вот Но Фактически У пиратов Был Такой Собственный Супер Марио Мейкер То есть Они делали То Что Не могли Делать Простые Люди Они Создавали Свои Уровни Местами Довольно Мощные Одно Время Было Популярно Очень Видео Еще Когда Не было Ютуба Точнее Ютуб Уже Был Но Он Не Принадлежал Гуглу У Гугла Был Собственный Видеосервис Назывался Google Видео Так И Там Было Загружено Видео Как Какой-то Чувак Англоязычный Играет В такие Вот Хак Уровни Пиратские И Он Это Очень Смачно Комментировал Правда Нецензурно Но Довольно Весело Комментировал Да Ты Что Довольно Весело Он Это Комментировал Вот Здесь Кстати Монетка Но Я Брать Не Буду С 2 Ой 1 2 Я Сразу Попаду На Четвертый Уровень Миную Множество Проблем Но Кстати Гля Можно Было Здесь Наверху И Не Пробегать Можно Было Вот Сейчас Будут Лифты Просто На Этом Лифте Поехать Наверх И Побежать Наверх А Это Уже Как Бы Выход С Уровня Я Иду Четвертый Уровень Потому Что Я На Нем Умер Я Считаю Справедливо Но Кстати Говоря Может Быть Именно Для Этого Были Сделаны Эти Варпы Опять же С одной Стороны Их Могли Сделать Именно Для Тех Кто Прошел Предыдущие Уровни Но Не Было Сохранений То Сейчас Вот так И Сделали Сейчас Кстати Есть Своего Рода Варпы В Играх Супер Марио Но Они Именно Работают Как То есть Ах Ты Так А где-то Здесь Не было Этого Я бы Хотел Показать Вам Этот Самый Как Его Ну Стебель Бобовый Стебель По которому Можно залезть На небо Это Очень Интересно Но К сожалению Его Я не Помню Точно Где Он Находится Может Если Я Прям Зрительно Увижу То Я Вспомню И Покажу Иногда Когда Ты Поднимаешь Флаг Над Замком Когда Прошел Очередной Уровень Салют Стрелял Но Я Не Помню Почему Был Салют То Ли Потому Что Не Потеряв Ни Одну Жизнь Прошел То Ли Набрав Определенное Количество Очков Вот Видите Уже Появляются Сложные Для Прохождения Прыжковые Места Причем Дальше Будет Какая Тема А Я Уже На Четвертом Уровне Значит Смотрите Здесь Уже Будет Появляться Замок С Этими Самыми С Лабиринтами То Есть В самом Замке Будет Лабиринт Да Смешно В самом Замке Будет Лабиринт То Мне Нужно Будет По Определенной Схеме Проходить Эти Самые Ну Я Не знаю Что Проходить Как Это Сказать Просто По Определенной Схеме Проходить Вот Иначе Оно Будет Зацикливаться Зацикливаться Я буду бегать По кругу И У меня Кончится Время И я умру А здесь Напомню Есть время Оно В правом Верхнем Углу Как я Уже Где-то Рассказывал Про Японские Игры Что у них Почему-то Время Никогда Не означает Секунды Даже Когда В игре Это Объясняется Как Секунды То есть Как бы У них Время Не привязано К реальному Ну В принципе Те же вот Консольные игры Да Там На NES Они Шли По-разному Потому что Были версии PAL Вот Если бы я сейчас Наверху пошел Там были бы Варпы Но я наверху Не пойду Потому что Я хочу Показать Побольше Саму игру Вот Так вот Были две По сути Версии PAL И NTSC Версия NTSC Ну Это для Системы Телевидения NTSC Да Которая там В Америке Ну Где-то еще Не помню Точно Карту Можно Википедии Посмотреть Если вам так Интересно У нас Была система SECAM Которая была Во многом Аналогичной Системе PAL Ну В плане Частоты кадров Парк Аааа Нееет Здесь надо было С разгона Брать Она была Аналогичной Системе А что у меня Одна жизнь Осталась Вот надо Очень внимательно Потому что И Ох Чуть не Это самое Так вот, поскольку система NTSC работала на частоте кадров 30, а системы PAL и SECAM работали на частоте кадров 25, то, а плюс там еще была разница в разрешении, то есть система NTSC была чуть-чуть больше строчек по вертикали, но при этом там не было этой самой, то есть она была не прогрессивная развертка, а черезстрочная, то есть каждый момент кадр отображал только половину строчек, а не все пиксели. Так вот, к чему я? К тому, что приставка, та же вот NES, которая нас известна как Dendy, она в версии для NTSC имела более мощный процессор. Я сейчас не помню разницу, но там из серии, что PAL версия была где-то 1,6 МГц, а версия для NTSC была там 1,7 или 1,8, ну в общем разница вот такая была. Так, сейчас надо вспомнить в каком порядке идти. Если я сейчас пойду в неправильном порядке, то будет зацикливаться просто уровень. Так, а давайте я прямо сейчас вот, кажется я помню, точно не уверен, но кажется я помню, как правильно проходить. Я сейчас попробую пройти в другом порядке. Да, вот видите, я прошел не там, где надо и началась по новой эта часть уровня. К сожалению, таких вещей нельзя делать Super Mario Maker. На мой взгляд это было бы прикольно. Вот, видите, я прошел где надо и все нормально. Вот тебе. Так вот, на восьмом уровне, на самом последнем в замке, то есть уровень на уровне 8,4, там будет еще круче. То есть там будут такие лабиринты, их будет по-моему, здесь было два таких места, да, там будет три, причем они будут... Вот, мне дали жизнь, видели, да? Но, к сожалению, я не очень внимательно поступил. Сейчас мне пригодится какая-нибудь канализация с монетками. Мне будет это очень кстати, потому что у меня проблемы с монетками. Появились пушки с белыми пулями. Я все время, когда в детстве играл, я не мог понять, что у них такое нарисовано. А у них это самое, по сути, вот видите, руки белые. Белые это руки на корпусе, то есть бел пуля это как бы такой... Вот, казалось бы, как вообще в эту трубу можно было опуститься, да? Она же на воздухе. Мне нужны монетки, монетки, много монеток. Канализации с трубами все были одинаковыми. Набор... Они менялись просто, но набор вот этих всяких бонусов, да, там монетки, все прочее. Ааа, у них было абсолютно одинаково. Я хочу попробовать туда залезть. Я не уверен, что мне это сейчас получится. Да, ну мне это получи. Одна монетка мне осталась, дайте мне монетки, мне дадут еще жизнь. Ну так вот, появились биллы пули, то есть вот эта пуля это, по сути, такой тоже персонаж, живой как бы. Вот, типа, кончается жизнь, ой, время, и музыка начинается идти быстрее. То есть, когда остается меньше, ну, таймер меньше ста, ста непонятно чего, потому что, опять же, это не секунда, оно никак не привязано к реальному времени. Но меньше ста, начинает быстрее идти время. Это тоже этот момент появился во многих играх про Super Mario. А вот здесь, по-моему, вот здесь, по-моему, был... Нет, не здесь. Ну ладно, хотя бы гриб взял. Я думал, что здесь... Ну вот, гриб хотя бы ради этой дурацкой черепахи можно было взять. Да, были вот такие трубы с морем. Мне, кстати, я не люблю морские уровни, как правило. Особенно не люблю морские, вот эти подводные, вернее, уровни, где, знаете, кончается воздух. Но в Super Mario воздух не кончался. Поэтому, в принципе, оно нормально. Единственное, что управление здесь еще более ватное. То есть, вы под водой как бы не очень-то резко плавайте. Так, а здесь? Нет, ну... Ну тоже неплохо, потому что... А видите, какое место, да? А вот здесь? Подождите, подождите, подождите. Ладно. Здесь лучше было запрыгнуть наверх, потому что здесь уже так уровни строятся, что прыгать довольно сложно становится. Собственно, когда я делал свои уровни Are You Really Good at Jumping? Я именно ориентировался на опыт игры оригинальной вот этой Super Mario, в которой я сейчас играю, потому что в ней иногда некоторые моменты с прыжками недовольно сложные. То есть, как бы игра вроде заставляет тебя прыгнуть, а вроде как здесь этого делать или нельзя, или осторожно нужно, там, не на полную мощь прыгать. Вот это уровень, где вот эти белые пули, они летели уже свободно. То есть, они не из пушки никакой вылетали, они так рандомно, ну, кстати, не совсем рандомно, по-моему, если мне не изменяет память, ну, честно говоря, наверное, мне изменяет память, они по одной и той же схеме всегда летали, но может быть и нет. Или они всегда летят? Нет. Короче, я забыл! Как я это сделал? Ну, я же уже прошел то место. Вот. Очень нервная игра. В хорошем смысле. Но, да, прыгать здесь надо было очень аккуратно. Очень. Видите? Очень аккуратно. А мне, кстати, последняя жизнь. И я на уровне 5.3 и быстро туда попасть вариант есть. Но мне нужно... Я упал. Короче, сейчас я сделаю что? Сейчас я быстренько дойду до 4.3, а в 4.3 покажу как раз, где варп на следующий уровень. И покажу, наверное, уже не пятый, а шестой. Шестой, по-моему, именно шестой был интересен тем, что он был... Я только гриб возьму. Мне он пригодится. И надо будет цветочек взять. Шестой был интересен тем, что он был ночной. По-моему, шестой. Так, монеток запас мне тоже пригодится. В общем, сейчас, когда играешь в Супер Марио, сильно монетки можно не собирать. То есть, сейчас те же грибы жизни, они очень часто встречаются в современных играх. В этой же игре, то есть, гриб жизни, он был не на каждом уровне. Ты уж попробуй найди. И зато уровни были короткими, кстати. Ну, некоторые. Но к восьмому уровню они все длиннее и длиннее. То есть, постепенно увеличивалась длина уровня. Это, кстати, тоже важный такой элемент геймдизайна. То есть, как бы первые уровни, они с одной стороны простые, но, заметьте, они не настолько простые, что, знаете, прям... Ну, вот прям совсем, прям, ну, элементарные. То есть, сейчас очень часто делают игры так, что самые первые уровни, они настолько элементарные, что у тебя даже челленджа нет. Ну, типа, туториал. Ну, слушайте, а для кого делают эти туториалы, я все время не понимаю. Для людей, которые вообще никогда в игры не играли. Ну, то есть, если ты играл в игру, ну, ты там умеешь прыгать, ты знаешь, что там на врагов нельзя, там, врагов нельзя касаться. Или где-то можно касаться. Ну, в общем, разные игры бывают, да? Но если у тебя есть хоть какой-то багаж вот этих знаний, различных фишек компьютерных игр, ты разберешься. Ну, то есть, делать игру полностью затачивать, там, для маленького процента людей, которые вообще первый раз в жизни знакомятся с компьютерными играми, вот именно на той игре, да? Ну, это как-то странно. Гораздо проще уж тогда, ну, окей, сделайте туториал, сделайте его отдельным в меню. Ну, пусть человек, который вот никогда не играл в игру, хочет понять, как в нее играть, запустит сам, нажмет там не старт гейм, да, а туториал сначала. Или опционально. Вы хотите научиться играть? Есть некоторые игры так делают, это правильно. А вот заставлять проходить туториал каждого человека вообще, это неправильно. Потому что, ну, человек, когда запускает игру, он уже хочет играть, понимаете? Не ходить, не разбираться, там, как... А потом, если ты, там, прошел игру и запустил ее второй раз, или ты играл, там, на другой системе, переключился на эту, и у тебя нет сохраненки. Вот в чем фишка. То есть, ты начинаешь заново играть, не имея сохраненки. То есть, игра не знает, что ты в нее уже играл. Ну, ты-то знаешь, какая игре разница, играл ты в нее или нет. Какая игре разница, умеешь ты играть в нее или нет. То есть, если ты умеешь, нужно предоставить для тебя возможности. Просто эту игру, ну, вот эти начальные уровни, да, их как-то проще пройти, быстрее. Потому что, ну, зачем тебе ковыряться? Научиться ты играть постепенно. И вот старые игры, вот в том числе Super Mario, да, мне чем нравились. То есть, в них вот этот момент был нормально сделан. То есть, ты играл и как-то постепенно втягивался, при этом не было детского сада в самом начале. То есть, да, легко. А, нет, смотрите, да, было как. Варп в зону 5, а на пятом уровне... Слушайте, а где же... Где-то, короче, я забыл, прикиньте, я забыл, где был варп в 8 уровень. По-моему, на пятом. Да, значит, на пятом был варп в 6, 7 и 8. Ну, тоже неплохо, потому что мы переместились быстренько на пятый уровень. Я мог бы здесь получить жизнь и опять про это забыл. И она бы мне пригодилась, кстати, да. Сейчас надо это сделать, не забыть. Всего 3 жизни, напомню. Сейчас, главное, вовремя. Не успел. Надо, как только слышишь, бау, сразу прыгать. Сейчас надо еще раз то же самое попробовать повторить. Управление ватное. Так, ну-ка давай. Эй, 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 подожди, а мне жизнь не дали, что ли? Это один раз, что ли? Нет, ну что? Это же последняя жизнь. Ну вот, дали, а что тогда не дали? Или не успели? На самом деле, игру пройти было не так уж легко. Ну, в основном именно потому, что вот ты умираешь, да, и у тебя нет никаких там кантины там, да. Нет никаких там сохранился там, начал с того же уровня. То есть, в лучшем случае были вот эти варпы, которые еще надо было найти. То есть, тебе не было такого, что, ой, ну вот мы знали, что вы там прошли там до сюда, вот вам варп. Нет, вот, пожалуйста, Гриб Жизнь, например. Это хорошо, что я его взял. Очень своевременно я его взял. Но, а, просто к чему я это говорю? То, что вот ты проиграл, и все, начинай сначала. С одной стороны, именно, наверное, поэтому игры были короткими. Но, при этом, видите, и все. Второй раз Гриб Жизнь взять нельзя. Почему же... А, у меня... Что случилось? Он же прыгал. Он почему-то в воздухе остановился, и... Я ничего не нажимал такого, честно. Вот, короче, взял Гриб Жизнь один раз, и все. Хватит с тебя. Не хватило количества монстров для жизни. Вот. Хоть монеток пособираю. Хочется очень показать мне вам шестой уровень. Но играть что-то сложно. Очень непривычно просто после новых игр. Фиг с ней, вот с этой штукой, про то, что приходится переигрывать. Это ладно. Чего, в Dark Souls не играть, что ли? Но... Управление, управление. Чем глобально отличаются современные игры? Это более резким управлением. Но, кстати говоря, я бы все равно... Вот, если бы я делал свою игровую консоль, я бы, не знаю, я бы прям отдельный отдел R&D открыл, чтобы они мне сделали максимально резкое управление. То есть, потому что мне иногда даже в современных играх, когда платформера играешь, такое ощущение, что вот все равно есть какая-то задержка в реакции игры. Ну вот, видите, как сложно было с этими черепахами? Какая-то задержка в реакции игры на то и действие. Пусть она там мизерная. Просто я еще на гитаре играю. Причем я играю тяжелую музыку. И в том числе соло. И там, знаете, там очень высокая скорость игры бывает, да? Ну, по-разному, естественно, от музыки зависит. Я не стараюсь играть как можно быстрее абсолютно в любой песне. Но есть момент, когда нужно играть быстро. Ну вот, как я так мог сделать? И есть момент, когда нужно играть быстро, и... Я же прыгнул. А это же была последняя жизнь. И вот так, знаете, вот часто вот так играешь, и внезапно, внезапно ты такой думал, А, сейчас я пройду. Поэтому я уважаю старых спидрайнеров, которые играют в старые игры. Потому что, слушайте, это было тяжело. Так вот, что я хочу сказать. Я бы разрабатывал вот именно специально потратить... Ну, это, наверное, консоль именно надо разрабатывать. Не только игру, потому что, мне кажется, вряд ли разработчики игр осознательно задерживают... Вносят задержку, вернее, на управление. Так вот, в современных играх гораздо высшая резкость, но мне ее все равно не хватает. Вот что я хочу сказать. Я хочу, чтобы игры были еще... Ну, именно по реакции, да? По реакции на управление. Но тут, понимаете, есть какая засада. Взять, например, файтинги. Или, ну, тот же там Dark Souls. Ну, или какая-то игра, где люди там мочат мечами. Вот, когда ты в реальности задумал ударить... Даже знаете, что для примера скажу? Барабаны. Просто на барабанах я там тоже немножко умею играть. Когда ты играешь на барабанах, то есть твоя задача играть четко в ритм. Да? Но в ритм звучит именно удар по барабану. Но замах тебе нужно сделать заранее. Потому что этот замах, он довольно существенно по времени проходит. И когда ты играешь на барабанах, то есть ты заранее как бы должен замахиваться. Не четко по времени, когда нужно удар сделать, а заранее. Понимаете, в чем проблема? С играми получается примерно то же самое. То есть, например, удар мечом. Окей, ты нажал ударить мечом. Ты-то хочешь, чтобы именно в этот момент прошел удар. Но герою уже нужно сделать замах. Правильно? И получается, все время разработчики игр должны пытаться выдержать вот этот баланс между, с одной стороны, реалистичностью, чтобы был вот этот замах, потому что он должен быть, и резким управлением. Потому что, ну а как? То есть ты нажал удар. Никто же за тебя не решит раньше его сделать. То есть персонаж из игры сам не решит раньше сделать замах, который критичен по времени. То есть если бы ты в реальности махался мечом, ты бы замах начал делать раньше того момента, когда ты планируешь нанести удар. Правильно? Как игра на барабанах. То есть когда ты понимаешь, что тебе нужно ударить, например, сольник, да, ты делаешь раньше удар, замах. И удар получается точно в ритм. Собственно, мне кажется, у новичков игры на барабанах, которые не попадают в ритм, основная проблема именно эта. Не то, что они ритм не слышат, а то, что они не умеют еще... Это же на интуитивном уровне нужно рассчитывать. Вот этот вот момент. То есть когда у тебя, да, ты делаешь слабые удары, там у тебя палочка низкая, да, там разница мизерная. Но особенно переход, когда тебе нужно там... Ты бил посольнику, да, там левой рукой, тебе нужно крэш ударить. Или правой рукой крэш ударить. То есть, короче, тебе нужно ударить барабан, который находится далеко. Нужно делать замок заранее. А что делать? Иначе ты промахнешься мимо ритма. У гитаристов такой проблем обычно нет. То есть там как бы все более-менее более-менее рядом все находится, очень близко. У пианистов, кстати, тоже бывают такие проблемы. Потому что когда там тебе нужно в другую сторону там клавиатуры на несколько октав, то тебе нужно тоже на перенос времени как-то в мозгу закладывать. Ну вот я же должен был жизнь взять. Я ее не взял. Так. Я помню, это же уровень 5.1, я помню, где был тот самый гриб-жизнь. И мне нужно его не призевать. Ну, кстати, вот звезда, да? Мы ее уже видели, я про нее не сказал. То есть появилась тоже вот в этой игре, которая превращала Супер Марио в неубиваемого Супер Марио. Так. А я вот это зря очень сделал. Здесь, смотрите, какая фишка. Когда близко подходишь к трубе, из которой вылазит злое растение, пиранья, да? Они так назывались растения пиранья. То она уже не вылазит. Когда близко подходишь к пушке, она уже не стреляет. Это, в принципе, хороший момент, потому что, иначе, там, знаете, иначе вообще непонятно, когда лезть на цветок, на трубу со цветком. Когда из пушки стрельнет. А! Вот сейчас я мог очень смачно напороться, но я не напороться. Так. Вот здесь где-то был... Вот видите, какая засада? Когда ты его бьешь к упу-трупу, она автоматически идет в твою сторону. Не куда шла, а в твою сторону. Здесь с этими черепахами можно было как? Выждать момент, когда она кинула парочку молотков. Но, опять же, не всегда было понятно, сколько молотков она будет кидать. Потому что, как только над ее головой появляется молоток, она его тут же кидает. А ты тут же умираешь. Даже если ты успел, успел в тот момент, пока она еще не кинула молоток, но достала его в руку, все. Ты умираешь, ты попал на молоток. И в этом была главная засада этих черепах дурацких. Ненавижу. А кидают они еще и на разные... Ну вот как? Вот вам и пожалуйста. Хорошо, что был хотя бы возможность перепрыгнуть, не обязательно убивать эту черепаху, да? Но, кстати, заметили, рыбки по другой схеме поплыли. Здесь не было возможности быстро опуститься вниз, быстро спрыгнуть. И... Да, что такое? Да, слева была монетка, которая набираемая, справа был гриб. Я предпочел взять гриб, нежели набить монетку. Гриб мне как-то важнее. Фух. Да. Вот, казалось бы, мало всего на уровне, да? Но это интересно и это челлендж. То есть, ты думаешь, как это все сделать. Я, кстати, именно поэтому люблю делать Super Mario Maker именно миниатюрные такие уровни. ну, то есть, как миниатюрные, на которых мало всего, но на которых, тем не менее, можно зависнуть, пытаясь их пройти. Вот, то есть, мне кажется, это интереснее, чем... Хотя нет, скажу, что уровни, на которых много всего, они иногда впечатляют своей, не знаю, динамикой, что ли. То есть, ты так идешь, там все взрывается, все там летает, это тоже интересно. Я сейчас вообще не понял. Три жизни. Я еще никогда с таким количеством уровней, с таким количеством жизней до сюда не доходил. Ну, вот сегодня я имею из сегодняшней игры. Но, кстати, заметьте, так эти игры и работали. То есть, ты играешь, играешь, и хоп, постепенно начинаешь играть лучше. Ну, тот же Dark Souls, наверное, да, мне кажется, так тоже так работает. То есть, ты 10 раз дохнешь, а на 11 раз дохнешь чуть медленнее. И где-нибудь на 21 раз ты этого чувака мочишь. Потом тебе убивают следующий и так далее. Вот, я дошел. А, вот, слушайте, я не буду брать этот, этот самый, это, короче, где-то здесь, где-то на 5-4 уровня было. Да я уже мимо, ты посмотри, какого, короче, где-то на 5-4 уровня был варп в... Нет, 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 нет. Так. Надо только его найти. А, слушайте, так вот здесь же. А, нет, еще не здесь. Или все-таки не в 5-4 уровня. Это было. Так, я не помню. Ай. А, нет, я думал, он сейчас прыгнет, он не прыгнул. Какой козел. Ломлое, ломло. Это ж сколько нужно было не играть в Super Mario, чтобы начать играть так плохо, что я лучше, что сегодня могу показать, это как я дошел до уровня 5-4. Все равно это не помогло бы. вот что-то у меня, короче, управление подглючивает, я вам скажу. Ха-ха-ха, вот именно за этим вот эта штука и стояла. Game Over, 5-4 уровень, я запоролся, и да. Ну ладно, я думаю, вам уже, наверное, надоело это смотреть. Если вы хотите все-таки, чтобы я показал, как пройти эту игру, мне напишите в комментах, я тогда специально отдельное видео запишу с прохождением этой игры, я уже постараюсь сделать над собой усилий пройти эту игру. Главное, что я хотел вам показать, это самую популярную игру про Марио, ставшую иконой просто игрового мира и музыкой из этой игры, и сама игра, и многие образы, которые были в ней реализованы. Дальше все это будет развиваться, дальше будут еще другие уровни про Марио, другие игры про Марио, которые мы обязательно тоже с вами посмотрим. В частности, например, игра Super Mario Bros. 2, которую мы посмотрим в следующий раз, в следующий вторник, она очень сильно отличается не просто от этой игры, от первой части, но вообще, в принципе, от всех игр Super Mario, но, кстати, для этого есть одна важная причина, почему она так сильно от них отличается, я вам ее обязательно эту причину озвучу, расскажу об этом, когда мы будем смотреть следующее видео, играть в следующую игру Super Mario Bros. 2. Ну а с вами был Денис Мейджор и развитие персонажа Марио на примере игр с его участием. Спасибо, что смотрели, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях, и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok